На самом деле, вся наша жизнь – это сплошные перемены. Замечаем мы это или не замечаем, но мы живем в сплошных переменах. Мы рождаемся, растем, учимся, начинаем новую жизнь, меняем место жительства. И интересным психологическим свойством отношения к переменам является то, что мы одновременно нуждаемся в них, и при этом же мы боимся этих перемен. Мы опасаемся потерять тот привычный уют, какой-то сформированный комфорт, сделать шаг, что-то изменить. Но никто не отменял законов природы, количество переходит в качество, иногда, к сожалению, это бывает и наоборот. Время от времени наступает какой-то переломный момент, когда перемены становятся неизбежны, и даже мы ничего не можем сделать перед лицом их необходимости. Вот мне кажется, что сейчас как раз страна находится в том самом состоянии обремененности потребностей в этих переменах. Мы, конечно, придумываем себе сейчас сотни отговорок, каждый в отдельности на своем месте придумывает для себя миллионы причин. Это может меня не касаться, пусть об этом думают профессионалы, политики, какие-то другие специально обученные люди. Однако ощущение того, что страна идет неверным путем, накрывает на самом деле все большее и большее количество людей. Пока еще на кухнях, пока еще в узких кругах друзей, но все чаще и чаще проявляется. Люди говорят об этом, обсуждают, убеждаются в своей правоте и убеждаются в том, что они не одиноки в этом представлении. Конечно, у России есть одна ужасная проблема. Эта проблема, на мой взгляд, фундаментальная. Мы не умеем признавать своих ошибок. Мы не умеем отказываться от того, что мы уже натворили, даже пускай много-много лет назад. Я говорю о нашем ужасном, страшном социалистическом, советском, коммунистическом прошлом. Все еще раздаются стенания на тему того, что как было здорово в этом Советском Союзе, какой был вкусный пломбир. Никто не хочет думать или вспоминать о миллионах загубленных жизней. Никто не готов осудить по-настоящему формально и неформально то, что происходило практически весь XX век с нашей несчастной страной. И этот тормозящий фактор, он, конечно, очень важен. Однако сила перемен так велика и сила потребности в переменах так велика, что я верю, в ближайшие годы наверняка в России будут происходить серьезные, важные, фундаментальные процессы, которые, как я надеюсь, к лучшему изменят жизнь. Есть одна опасность. Дважды за последнюю историю, последние 100-150 лет, страна подходила к этому краю, и недобросовестные политические негодяи, к сожалению, смогли в те моменты вовлечь огромные массы людей, терзаемых потребностью к переменам, вовлечь в те процессы, которые привели нас к кровавым последствиям, к негативу, к отставанию, к стагнации и деградации страны. Я очень надеюсь, что 21 век дал нам инструменты, дал нам информационные возможности, дал нам информационный мир, который позволит нам правильно понять, что с нами происходит, не позволит нам совершить и повторить ошибок. И пускай Россия любит Троицу, но в этот раз, наверное, не хотелось бы, чтобы мы наступили на те же самые грабли в третий раз. Я верю, что перемены будут, я верю, что перемены будут только к лучшему. Продолжение следует...